Продолжение следует... 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 Содержание экзамена включено в 7 блоков. Они остались без изменений. Сейчас вы их видите на экране. Но можно сказать, что преобладают задания по разделу «Общая биология», а содержание контрольно-измерительных материалов не выходит за рамки курса биологии средней школы. Как же изменилась структура контрольно-измерительных материалов в этом учебном году? Теперь экзаменационная работа состоит из двух частей. Первая часть включает 33 задания. Вторая часть включает 7 заданий с развернутым ответом, ответы на которые выполняются на отдельном блоке. По структуре, по уровню сложности задания делятся на три вида. Это задания базового уровня сложности, повышенного и высокого. Из таблицы видно, сколько заданий сейчас содержит работа и сколько в скобках указано, сколько заданий подобного уровня сложности было в предыдущие годы. Итак, базовых заданий осталось 18, было 26. Заданий повышенного уровня стало 15, было 19. А вот заданий высокого уровня сложности стало больше. Их стало 7, а было в предыдущие годы 5. Что проверяют эти задания? Как они распределяются по частям? Задания базового уровня вошли в первую часть. Задания повышенного уровня тоже находятся в первой части контрольной экзаменационной работы. Задания высокого уровня сложности находятся во второй части. Если сравнивать с предыдущим годом, то 8 заданий повышенного уровня сложности – это задания, которые составляют часть B. И задания, которые находились в части А с выбором одного ответа. Задания высокого уровня соответствуют заданиям высокого уровня сложности третьей части, части С. Базовые задания проверяют знания биологической терминологии и символики. Также это задание направлено на проверку знаний основных законов, теорий, гипотез, правил, на знание признаков биологических объектов, сущность биологических процессов и явлений. Также предусматривает проверку умений распознавать биологические объекты либо по их описанию текстовому, либо по изображению, а также на установление родства организма. Задание базового уровня сложности предусматривает умение решать простейшие биологические задачи. Задание повышенного уровня сложности. Они измеряют умения, оценивают умения устанавливать взаимосвязи организмов, процессов и явлений. Также предусматривает проверку умений сравнивать биологические объекты, сравнивать биологические процессы, находить общее и различие. Составлять цепи питания, производить какие-то расчеты, связанные со составленными пищевыми цепями и применять знания в измененных ситуациях. Задание высокого уровня сложности предусматривает применение знаний в новой измененной ситуации. Они подразумевают проверку умений научно обосновывать биологические процессы и явления, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать какие-то процессы, явления, обобщать, уметь формулировать выводы, использовать теоретические знания в практической деятельности и, конечно же, решать задачи высокого уровня сложности. Так, еще раз вернемся к структуре. И в первой части, как я уже сказала, содержится 33 задания. Из этих заданий 25 заданий представляют собой задание, где необходимо выбрать один правильный ответ из четырех предложенных и записать его в виде одной цифры в бланке. В этом году никаких листиков в бланке не будут ставить выпускники, а будут записывать именно цифру, соответствующую номеру правильного ответа. В первую часть входят также три задания с множественным выбором. Это задания, в которых необходимо выбрать три верных ответа из шести предложенных. Четыре задания на установление соответствия и одно задание на определение последовательности. Вторая часть работы включает в себя семь заданий, которые предусматривают развернутый ответ. Ну, теперь познакомимся с примерами заданий разного уровня сложности и разной формы. Задание с ответом в виде одной цифры – это задание базового уровня. В качестве примера приводится, вы сейчас видите, вопрос. К нему дается четыре варианта ответа. И правильный ответ необходимо будет в бланке записать именно в виде цифры. Задания базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры могут содержать рисунки, по которым необходимо распознавать какие-то части объекта, либо целые объекты. Задания с выбором одного верного ответа, который записывается в виде одной цифры, относятся и задания повышенного уровня сложности. Они тоже находятся в первой части. И в качестве примера мы приводим задание на определение, верны ли следующие суждения. Необходимо проанализировать информацию, которая содержит суждения А и В, и определиться с выбором, какое из этих суждений верно, либо оба они верны, либо они не верны, тоже оба. В данном случае правильный ответ тоже будет записываться в виде цифры. В первую часть также входят задания множественного выбора. Это задания, в которых необходимо указать три верных ответа из шести предложенных. Ответ в данном случае записывается в виде последовательности цифр, без пробелов и каких-либо знаков крепинания между ними. Следует обращать внимание учащихся будущих выпускников, что при оформлении ответов на подобные задания лучше записывать цифры в порядке их возрастания, так как указано в инструкции. Это облегчает и делает более объективной проверку этих заданий. В первой части заданиями повышенного уровня сложности являются задания на установление соответствия, когда необходимо информацию первого столбца привести в соответствие с информацией, которая содержится во втором столбце. И записать ответ на этот вопрос в виде последовательности цифр. Опять-таки без знаков крепинания и пробелов. Просто записывается последовательность цифр. Вот, например, задание под номером 29 будет проверять умение устанавливать соответствие между процессами, объектами на клеточно-организменном уровне организации. Задание под номером 30 тоже на установление соответствия, но уже между биологическими объектами или процессами, которые протекают или характерны для представителей разных царств живой природы. Также ответ записывается в виде последовательности цифр. Задание 32 устанавливает соответствие на популяционно-видовом уровне организации, либо это задание по эволюции органического мира. Также ответ записывается в виде последовательности цифр. К заданиям первой части повышенного уровня относятся последние 33 задания на установление последовательности. Очень внимательно следует читать задание, потому что иногда в содержательной части указывается, с какого объекта, с какого процесса, с какого этапа необходимо начинать восстанавливать последовательность событий. Ответ записывается в виде последовательности цифр, без пробелов и знаков припинат. Это последнее задание первой части. Теперь примеры заданий высокого уровня сложности, которые входят во вторую часть. Таких заданий 7. Задание 34 является практикоориентированным, соответствует по спецификации демоберсиям предыдущих лет к заданию С1, третьей части. В данном случае в ответе на вопрос при выполнении этого задания необходимо указывать два элемента ответа, которые записываются на отдельном бланке. Это задание с открытым рядом требований, то есть оно может быть изложено другими словами, но не искажать биологического смысла. Эталон ответа на это задание выглядит таким образом, что сначала описывается с помощью какого метода установили причину заболевания, а затем указывается, чем было вызвано это заболевание. В этом случае эксперт поставит два балла. Вторую часть экзаменационной работы, вот эти 7 заданий высокого уровня сложности, проверяет группа экспертов, в состав которых входят и учителя, и преподаватели высших учебных заведений. Теперь задание под номером 35 в любой экзаменационной работе это будет задание по работе с рисунком. Приводится рисунок или схема, к которому дается три вопроса. Соответственно, оценить эксперт максимально может такое задание в три балла. Эталон ответа выглядит следующим образом. Сначала мы должны определить, какое животное изображено, назвать его, затем мы должны указать систематическое положение, указать тип, к которому относятся данные животные, класс, а затем объяснить, по каким признакам именно внешнего строения мы определили принадлежность данного животного к классу. Задание под номером 36 – это теперь задание по работе с текстом. И 35-е и 36-е задания в 2015 году соответствуют заданию С2 в прошлые годы. Но раньше в экзаменационной работе могло быть либо задание по работе с рисунком, либо по работе с текстом. Теперь же 35-е задание – это работа с рисунком, а 36-е – работа с текстом. Текст представлен шестью или семью предложениями, в трех из которых допущены биологические ошибки. Выпускнику необходимо найти эти предложения, записать номера этих предложений и сами ошибки исправить. То есть рядом с номером предложения должна быть исправлена ошибка и предложение должно быть записано правильно. Только в этом случае эксперт поставит максимальное количество баллов. Если же ответ будет выглядеть так, как он представлен у нас на слайде, только с указанием номеров предложения, то такое задание экспертам будет оценено на 0 баллов. Потому что по критериям предусматривается не только назвать предложение, но обязательно исправить биологические ошибки. То есть идеальный ответ выглядел бы следующим образом. Третье предложение – грибная клетка имеет клеточную стенку, в состав которой входит хитин. Шестое предложение по способу питания грибы является гетеротропом, и седьмое предложение – грибы неподвижны и рост их не ограничен. Задание 37 – это задание, которое предусматривает ответ на вопрос в представителях различных царств, в том числе и о человеке, о строении и физиологии человека. В данном случае при выполнении задания необходимо указать три элемента ответа. Объяснить, почему условные рефлексы являются индивидуальными признаками, когда они формируются, и третий элемент ответа – какой они играют роль в жизни человека. Третье предложение – это задание номер 38 предусматривает ответы на вопросы по двум содержательным блокам – это эволюция органического мира, либо экология, экосистемы и последствия деятельности человека в экосистеме. Такие задания могут предусматривать наличие в ответе не только трех элементов, но и четырех, и даже пяти. Как правило, в инструкции, в содержательной части задания указывается, сколько необходимо перечислить признаков. Но эти задания оцениваются экспертом максимально в 3 балла. В данном случае просят указать не менее четырех ароматкозов, в результате которых привели к возникновению массы влекопитающих. Вот при наличии всех четырех элементов эксперт поставит 3 балла. При наличии двух-трех будет задание оценивать в 2 балла. При наличии одного-двух будет 1 балл за выполнение этого задания. Два последних задания. Тридцать девятое и сороковое – это задачи. Тридцать девятое задание – задачи по молекулярной биологии. И сороковое задание – это задачи по генетике. Задачи по молекулярной биологии, ну, их можно условно разделить на три группы. Есть задачи, которые посвящены закономерностям, протекающим в энергетическом обмене. Вот сейчас вы видите пример такого задания, когда необходимо определить, сколько молекул глюкозы подвергалось расщеплению, какое количество молекул АТЭП при этом образовалось. Но самое главное – необходимо вносить всегда пояснение. Элементы ответа, которые будут эталонными. Задания тридцать девять и сорок являются заданиями с закрытым рядом требований. То есть они требуют наличия определенных элементов, строгое наличие этих элементов. Иногда даже строгое определенные последовательности. Итак, важно указать не только, сколько молекул глюкозы участвовало в энергетическом обмене, но и объяснить, каким образом выпускник определил их количество. Далее необходимо объяснить, сколько молекул АТЭП образуется при полном окислении из одной молекулы глюкозы. И третий элемент ответа предусматривает определение для данного конкретного случая количества молекул АТЭП. Другой вид задач, который тоже составляет это бывшее Ц5-е задание, это задание связанное с определением количественного либо процентного содержания нуклеотидов в молекулах ДНК. Определение числа аминокислот, либо их последовательности. То есть это задачи по разделу пластический обмен по этой теме. Элементы ответа будут выглядеть следующим образом. Обязательно указание главного принципа, который используется при решении этих задач, это принцип комплементарности. Далее необходимо рассчитать именно то количество нуклеотидов, которое указано в задании. И третий элемент ответа пояснить о том, что информация о структуре белка будет содержаться не в двух цепях, а только в одной цепи ДНК. И таким образом определяем количество аминокислот, входящих в этот белок. И третий тип, третья группа задач на определение хромосомных наборов клеток при разных видах деления, либо в разных частях живого организма, как в данном случае приводится пример, когда нужно определить хромосомные наборы, характерные для клеток разных частей растительного организма. Зародыши, эндосперов семени и листья цветкового растения. В каждом случае необходимо объяснять результаты своих расчетов. Итак, первый элемент ответа. Обязательно указать, какое количество хромосом содержится в зародыши и объяснить, каким образом развиваются зародыши, с каких клеток, почему именно такой набор хромосом. Второй элемент ответа объясняет о том, какой содержится набор хромосом в эндосперме семени. И опять-таки есть объяснение, как образовался эндосперм, слияние таких клеток, то есть объясняет, почему именно такой набор хромосом. И третий элемент ответа, это объяснение, какой набор хромосом содержат клетки листьев цветкового растения. Более подробно мы будем знакомиться с особенностями решения задачи, будем разбирать конкретные примеры на следующем вебинаре, который пройдет в ближайшее время и будет полезен, наверное, не только учителям, но и учащимся. Будем разбирать некоторые задачи и познакомимся с особенностями, методическими особенностями их решения. И задание сороковое, это задание по генетике, задача по генетике. В данном случае необходимо при решении этих задач помнить следующее. Это задание с закрытым рядом требований, которое предусматривает наличие в ответе обязательно схемы решения задач. В задании так и написано составьте схему скрещивания. При этом в схеме скрещивания необходимо указывать определенные ее элементы. Сейчас мы посмотрим, какие имена. И самое главное, необходимо уметь объяснять полученные результаты, либо указывать, какими законами допустим, пользовался при решении конкретной задачи. Итак, ответом на эту задачу ответ будет выглядеть следующим образом. Первый элемент, если он написан правил, вот теперь поставим один балл. Если в скрещивании должно быть указаны фенотипы родительских форм, затем под ними написаны генотипы родителей, обязательно указываются гаметы, и после этого указывается, какое потомство получится в результате скрещивания. Целесообразно указывать и фенотип, и генотип потомства, а иногда и процентное соотношение. Второй элемент ответа. Это вторая схема скрещивания, потому что в задании было указано, что необходимо написать схемы двух скрещиваний. Опять-таки сначала расписываются фенотипы, потом генотип родительских форм, гаметы, которые продуцируют они, и результаты скрещивания. И третий элемент этого ответа. Это объяснение полученных результатов. Для того, чтобы ответить на поставленные в задаче вопросы, как определяются доминантные признаки, необходимо было проанализировать сначала первое скрещивание и определить, какие же признаки оказались доминантными, а анализ второго скрещивания позволяет нам определить, каким образом они наследуются, по каким принципам. Итак, подведем некоторые итоги. Какие же изменения можно увидеть в содержании контрольно-измерительных материалов 2015 года? Во-первых, каждый вариант состоит из двух частей. Предусматривается сквозная нумерация заданий, нет буквенных обозначений А, Б и Ц. Количество заданий уменьшено на 10, было 50, осталось 40. Уменьшено количество заданий с выбором одного верного ответа, то есть это задания части А, с 36 до 25. Увеличено число заданий с развернутым ответом. Их было 6, теперь в этом году будет 7. И немного изменены критерии оценивания заданий во второй части. А именно вот на этом слайде можно увидеть, что при оценивании прошлой воды допускались не грубые биологические ошибки, какие-то биологические неточности. В 2015 году в Тетерриях написано, что выпускник может перечислять, например, три выше названных элемента, но если они содержат ошибки, за это снимаются баллы. Просто ошибки биологические. Следующий слайд показывает соответствие заданий ЕГЭ-2015 со сквозной нумерацией заданиям, которые были в ЕГЭ-2014 года. Здесь указаны в скобках задания повышенного уровня, буквой П обозначенные, и буквой В обозначенные задания высокого уровня сложности. Все остальные, которые остались без обозначения, это задания базового уровня. То есть можно посмотреть, какому элементу содержания, какие учебные умения и действия проверяют то или иное задание теперь уже в 2015 году. Все новости, все официальные документы размещаются на сайте ФИПИ, вот его новый адрес этого сайта. Там можно узнать новости, посмотреть новые документы. Там имеется открытый банк заданий и для ЕГЭ, и для ОГЭ. Публикуются методические письма, в которых дается подробный анализ экзаменов предыдущие годы, какие были допущены типичные ошибки, на что обратить внимание выпускников при подготовке к экзамену. Даются методические рекомендации. И для экспертов нужно посмотреть материалы, каким образом работают эксперты и какие критерии и требования к экспертам при проверке второй части экзаменационной работы. Также можно познакомиться с демоверсиями, с кодификаторами, со спецификацией. Новый сайт ФИПИ теперь выглядит вот таким образом. Здесь можно найти информацию и об едином государственном экзамене, и об основном государственном экзамене. С правой стороны вы видите открытые банки заданий, ЕГЭ и ОГЭ. Если есть какие-то вопросы, то мне сейчас по этой части нашей встречи передадут их. Есть какие-нибудь вопросы? Вопросов нет. Хорошо. Тогда мы перейдем ко второй части и поговорим о том, что изменилось в структуре работы основного государственного экзамена за курс основной школы. Спасибо. 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 Данные экзамена могут быть использованы некоторыми образовательными учреждениями при приеме обучающихся в профильные классы. Но в этом записано обычно в уставе образовательного учреждения. Данный экзамен проводится в соответствии с федеральным законом об образовании Российской Федерации. Новая его редакция. В структуре работы произошли незначительные изменения. По сути дела количество заданий, количество баллов не изменилось. Изменилась просто структура. Теперь в работе не три части, а две части. И часть А и Б полностью вошла в первую часть новой экзаменационной работы. Включает в себя теперь 28 заданий. Из этих 28 заданий 22 задания являются заданиями с ответом, одним ответом в виде цифры. То есть это выбор одного верного из четырех предложенных. Шесть заданий повышенного уровня сложности. Это два задания с выбором трех верных ответов из шести предложенных. Одно задание на установление соответствия. Одно задание на установление последовательности. По одному заданию на включение в биологический текст пропущенных терминов. И на соотнесение морфологических признаков с предложенными моделами. Во второй части работы содержится 4 задания, предусматривающие развернутый ответ. Время выполнения изменилось. Теперь не 150, а 180 минут на выполнение этой работы. Как распределяются задания, по частям и какого количества баллов соответствуют. Какие типы заданий входят в каждую часть. Первая часть включила в себя все задания А. Их было 22. И шесть заданий в части В. Вот теперь их в первой части 28. Максимальное количество первичных баллов за первую часть 35 баллов. В эту часть входят задания с выбором ответа, тип заданий, и с кратким ответом. В виде цифр, в последовательности цифр. Во второй части 4 задания, за которые максимально может выпускник набрать 11 баллов. И это все задания, которые предусматривают развернутый ответ. Итого, в работе 32 задания. Максимальное количество первичных баллов 46. Шкалу перевода баллов к 5-балльному оценку можно найти на сайте ФИБИ. Экзаменационная работа за курс основной школы предусматривает проверку содержания биологического образования по 5 блокам. Они сейчас на слайде. Задания по разделу человекового здоровья в 9 классе преобладают. Задания распределяются по уровню сложности следующим образом. 22 задания в первой части. Задания базового уровня. 7 заданий повышенного уровня сложности. И 3 задания высокого уровня сложности. Теперь рассмотрим несколько примеров, которые характеризуют содержание заданий и их различные формы. Задания базового уровня сложности с выбором одного ответа в виде цифры. Они могут быть вот такие, текстовые, либо это задания, в которых предусмотрен рисунок, с помощью которого, из которого извлекается информация и находится ответ, который также записывается в виде одной цифры в специальном окошке блана. Или, например, вот такое задание с использованием рисунка, ответом на которое тоже будет одна цифра. Или могут быть задания с рисунком вот такого характера. Кроме этого, в экзаменационной работе предусматривается задание, где для извлечения информации используется график. То есть информация представлена либо графически, либо в форме диаграммы. И вот выпускник должен извлечь информацию из графика или диаграммы и найти правильный ответ, который записать затем в виде одной цифры. Есть задания, тоже базового уровня сложности, когда необходимо найти логическую связь между теми объектами, которые расположены в таблице. Это могут быть объекты и процессы, которые связаны с какой-то логической связью. Это может быть часть целая. И затем из четырех предложенных ответов выбрать то понятие, которое следует вписать на место пропуска в данной таблице. Ответ записывается в виде одной цифры. На базовом уровне за курс основной школы также используются задания, в которых необходимо проанализировать информацию первого и второго суждения, суждения АЛБ, и оценить эти суждения, верны они или нет, ну и в каком соотношении они верны. Ответом на это задание тоже будет являться одна цифра. Далее, в работе есть задание повышенного уровня сложности, это нахождение трех верных ответов из шести предложенных. Так же, как и в работе ЕГЭ, записывается ответ в виде последовательности цифр, без пробелов и каких-либо знаков припинаниях. Еще раз обращаю внимание, что необходимо объяснить выпускникам, что в этих заданиях цифры ответа нужно записывать по возрастанию, так, как указано в инструкции. Это увеличивает вероятность правильной проверки выполненного задания. Задания на установление соответствия тоже представлены в виде таблицы, где необходимо соотнести информацию первого и второго столбца между собой и ответ записать в виде последовательности цифр. На повышенном уровне проверяется умение поустанавливать последовательность каких-то действий. В данном случае, в качестве примера, приводится определение последовательности пунктов, которые будут размещены в инструкции по проращиванию семян. Вот, необходимо расставить их последовательно. Очень важно, чтобы выпускники внимательно читали задания, потому что часто указывается, с какого момента именно необходимо начинать построение этой последовательности, которая записывается в виде последовательности цифр. И последнее задание в первой части, задание номер 27, ой, нет, нет, последнее, прошу прощения, это задание, в котором некоторые понятия и термины в биологическом тексте отсутствуют. В качестве подсказки приводится список этих понятий, их восемь, и вот необходимо найти соответствующие понятия, которые пропущены, и их вставить в этот текст. Обращаю внимание, что все понятия пишутся, как правило, в единственном числе и в именительном падеже, то есть они не изменены. Ответом на это задание будет тоже последовательность из четырех цифр. И последнее задание в этой части, это задание, когда необходимо изображенный на рисунке, на фотографии биологический объект или часть этого биологического объекта, соотносить с различными предложенными моделями и таким образом описать этот объект по заданному алгоритму. Данное задание оценивается экспертам от нуля до трех баллов. При выполнении этих заданий необходимо, чтобы выпускникам были линейка и карандаш. Вот в качестве примера алгоритм задан следующий. Определяется тип листа, его желкование, затем, используя вот такие схемы, нужно определить форму листа, определить тип листа, в котором учитывается соотношение длины, ширины и расположение наиболее широкой части. В каком соотношении. Дальше необходимо определить форму края листовой пластинки. Ответ записывается сначала вот в такую табличку, а затем в бланк переносится в виде последовательности цифр, без пробелов и знаков при туме. Задания второй части работы, они не все высокого уровня, а вот двадцать девятое задание или первое задание второй части, это работа с текстом научно-популярным, научным текстом, биологическим, который необходимо прочитать и затем, используя содержание этого текста, ответить на предложенные вопросы. Вопросов три. Итолу, ну вот текст, который необходимо прочитать, а затем найти ответы на вопросы или с помощью этого текста сформулировать ответы на поставленный вопрос. Вот эталон ответа, когда предусматривается ответ на первый вопрос должен быть, ответ на второй вопрос и ответ на третий вопрос. Задание тридцатое. Это задание, которое проверяет умение извлечения информации, которое представлено в виде таблиц. значит, некая информация представляется в табличном виде и необходимо, используя данные этой таблицы, а также знания, которые были получены в курсе биологии, ответить на вопросы, которые предлагают разработчики задания. Ну вот, например, информация по сравнительному составу в плазму крови первичной и вторичной мочи и два вопроса, на которые необходимо ответить, опираясь на данную таблицу. Задание тридцать имеет вот такой эталон, это тоже задание, которое оценивается в три балла. Задание тридцать один и тридцать два, это задание по составлению рациона в питании и объяснение правил здорового питания. Как правило, это задание, в которых будет приведена таблица энергетической и пищевой ценности некоторых блюд либо продуктов питания из кафе и ресторана. Еще одна таблица, в которой указываются энерготраты при различных видах физической активности, сколько происходит, потери энергии за определенный промежуток времени. И затем приводятся вопросы. Вопросы носят проблемный характер, то есть это задание, которое предусматривает умение решать проблемы. При выполнении этого задания необходимо обязательно учитывать те условия, которые указаны в самом задании. Как в данном случае, приведенный спортсмен, Мука совершает каждый день две тренировки, но иногда хочется себя побаловать и пойти с подругами в кафе, вот необходимо, предлагая ей меню обеда, учесть следующие условия. Во-первых, этот обед должен обязательно компенсировать энерготраты утренней тренировки в течение двух часов, которые совершаются. Во-вторых, нужно учесть, что спортсменка очень любит сладкое и обязательно в кафе закажет себе мороженое и сладкий напиток. И третий момент, третье условие, то, что тренер, отпуская спортсменку так вот пообедать в кафе, просит ее заказывать себе блюдо с наибольшим содержанием белка. Так. И вот эталон ответа следующий. Указанный энерготрат тренировки, который рассчитывали с помощью второй таблицы. Дальше, с учетом тех условий, что необходимо заказывать продукты с большим содержанием белка и обязательно, чтобы было мороженое и сладкий чай, указываются рекомендуемые блюда, подсчитывается их общая калорийность, подсчитывается в данном случае количество белков, которые будут содержать этот обед. Но вот здесь следует обратить внимание выпускников, которые готовятся к экзамену, что энерготраты тренировки, как видите, и калорийность рекомендованного обеда не всегда совпадают один к одному. В данном случае калорийность обеда несколько ниже, но очень близка к тем энерготратам, которые рассчитываются с использованием второй таблицы. Вот на это нужно обратить внимание, чтобы выпускники не искали такого точного ответа, а какой-то приблизительного. Калорийность будет определяться приблизительно. Так. Тридцать второе задание, последнее задание, которое предусматривает ответ на вопрос, связанное с выполнением тридцать первого задания. Вот в данном случае нужно указать, почему тренер попросил заказывать блюдо с высоким содержанием белька. В данном случае выпускнику рекомендуется указать не менее двух аргументов в защиту этого, этой просьбы, так скажем, чтобы обосновать. Вот максимальное количество баллов за выполненное задание тридцать второе. Это два кала. И здесь приводится два аргумента, какую роль играют белки в организме человека. На этом сайте также есть информация о сайте ФИПИ, где можно найти новые документы, методические письма, демоверсии и так далее. Многое другое. Есть и вопросы у нас по этой части. Хорошо, тогда мы перейдем к тому, какие можно использовать пособия, чтобы подготовиться и успешно пройти итоговую аттестацию в девятом и в одиннадцатом классе. загрузка. И так я расскажу о тех пособиях, которые обычно выходят, какие у нас новинки появились, совершенно новые издания и какие изменения произошли уже в привычных для вас изданиях. Возможно, кто-то сможет у нас в чате поделиться хотя бы опытом, в каком плане пользуетесь, ли вы пособиями издательства «Легион» для подготовки выпускников к итоговой аттестации. Может быть, у вас есть уже опыт работы, есть какие-то свои методические находки, которыми вы готовы были бы поделиться, потому что издательство проводит конкурс методических разработок по использованию пособий для подготовки к итоговой аттестации. Это информация есть на сайте. Ну, и так, подготовка к ЕГЭ включает несколько книг. Я начну с основной книги, это подготовка к ЕГЭ. Эта книга у нас вышла в двух частях. Сейчас на слайде вы видите обложку первой книги, которая, в общем-то, традиционная имеется держание. Это прежде всего методические рекомендации, где подробно рассматриваются формы заданий, приводится план экзаменационной работы, даются рекомендации по подготовке. Также в книге всегда содержится теоретический справочник, краткий. В эту книгу вошло 10 учебно-тренировочных тестов, которым предлагаются ответы, комментарии и наши традиционные приложения. Это вклад ученых в развитие биологии, это содержание суть биологических теорий, правил, законов, принципов с указанием их авторов. И, конечно же, краткий словарь термина. Вот первая книга написана в соответствии со спецификацией 2014 года. можно ее использовать для подготовки к ЕГЭ, потому что у вас теперь есть информация, как соотносятся задания 2014 года и заданиями, которые будут использоваться в 2015 году. Но в этой книге их значительно больше, поэтому выпускник получит больше шансов для отработки навыка работы с определенными видами тестовых заданий, а также проверить свою готовность с использованием большего числа заданий. Книга вторая включает в себя 12 учебно-тренировочных тестов, которые написаны в соответствии со спецификацией 2015 года. Это учебно-тренировочные тесты, которые дают возможность проверить себя, проверить уровень подготовки, оценить, во всяком случае, хотя бы приблизительно, на какой балл может выпускник претендовать. Во вторую книгу также вошли теоретические справочные, методические рекомендации, потому что демоверсия новая, вошли ответы, комментарии, слова, терминов и приложения. С какой целью это было сделать? Ну, с той целью, что, поработав с первой книгой, выпускник переходит к работе со второй, где таких тестов уже 12, но у него всегда под рукой будет справочный материал, небольшого объема, но он будет всегда рядом с ним, и не надо будет обращаться к каким-то громоздким изданиям, к каким-то учебникам, потому что все-таки книга с тестами уже предполагает, что выпускник имеет определенный уровень подготовки и готовности к сдаче экзамена. В итоге книга первая, вторая, в сумме мы получаем 22 учебно-тренировочных тестов, совершенно не повторяющихся, оригинальных. Это большой объем заданий, большое количество и, в общем-то, будет успешная подготовка. В этом же комплекте есть тематические тесты, тематические задания, которые приведены в соответствии со спецификацией 2015 года, представлены в виде 40 параграфов, а в каждом параграфе 5 вариантов, в каждом варианте 5 заданий. Тематические тесты дают возможность отработать тот или иной элемент содержания, либо дают возможность через любое биологическое содержание отработать навык работы с тестовыми заданиями и, самое главное, с оформлением результата. В нашем комплекте сохраняется сборник задач по генетике. В эту книгу включены новые задания и задачи. В книгу по молекулярной биологии включены два блока теоретического материала, то есть это новый пополненный теоретический блок, это информация об уровнях организации, живой материи и о свойствах живых организмов, а также о классификации наук по различным принципам. и в два блока заданий по вот этой новой теории, которой мы дополнили наше издание. Эволюция органического мира, в эту книгу она тоже мы обновили, в нее вошли два блока новых заданий, два кодуря таких. Карманный справочник, который полюбился нашим выпускникам, очень удобный формат, всегда информация рядышком, и очень быстро находить, с удовольствием выпускники пользуются и карманным справочником. вот это издание совершенно новое, это книга, которая посвящена разделу экологии, теория по традиции написана в виде структурированного конспекта, либо очень много схем, много таблиц, текст сопровождается иллюстрацией различных графиков, то есть информация представлена в виде схем, рисунок, таблиц, просто текстов, графиков, диаграмм, конечно же задания по этому разделу с ответами и комментариями. Еще одно новое издание помощь для подготовки к экзамену это большой справочник по биологии. Эта книга довольно объемная, больше 500 страниц, и в этой книге только теоретический материал, никаких заданий проверочных книгой не содержит. Она полезна как для подготовки к ЕГЭ, так и для подготовки к ОГЭ, то есть экзамену за курс основной школы. В пособии человека и его здоровье появились новые варианты итоговой работы. В этом произошло обновление книги. А вот на этой книге хотелось бы поподробнее остановиться. Это пособие тренажер для подготовки к экзамену за курс основной школы. Книга состоит из двух разделов. Если первый раздел это традиционный раздел, есть методические рекомендации, представлены семь вариантов учебно-тренировочных тестов, то вторая часть книги не совсем обычная и предназначена больше написана больше для адресована больше учителя. Вот первый раздел книги это традиционные учебно-тренировочные тесты и в первой части мы рассказываем методические рекомендации, рассказываем о структуре работы, количестве заданий и так далее. То есть как обычно. Далее идут семь вариантов. Я подробнее остановлюсь на втором разделе книги, который посвящен планируемым результатам освоения курса биологии. 1 сентября 2015 года вводится по всей стране федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения. И вот он нацелен на определение уровня достижения планируемых результатов. Сначала кратко теоретически описано, что такое планируемые результаты. какие цели биологического образования, какие действительно планируются результаты при изучении курса биологии в основной школе. Дальше в виде таблицы, назвали это кодификатор, приходится обобщенная структура планируемых результатов. То есть дается обобщенный результат, формулируется, четко формулируется проверяемое умение. и так как все содержание курса биологии по новым стандартам разделено на три раздела это живые организмы человека и его здоровье и общие биологические закономерности, то для каждого раздела выделены конкретные проверяемые умения, каких результатов мы запланировали достичь. следующая часть этого раздела это примеры заданий для итоговой оценки уровня достижения планируемых результатов. Эта часть оформлена в виде таблиц, которых вы можете увидеть следующие. В первой строке указывается планируемый результат из кодификатора, он берется это обобщенный результат, дальше указывается к какому разделу относится данное задание, какое умение мы будем проверять, на каком уровне будет проверяться данное умение, само задание в качестве примера, правильный ответ к этому заданию, и самое главное, что даются повтори достижения планируемого результата. Я хочу остановиться на некоторых заданиях, которые немного необычную форму носят. Вот они сейчас выделены на слайде, например, это описание размещения организма по трофическим уровням с объяснением того, почему именно так происходит распределение и какие последствия будут происходить в этой экосистеме, в этой пищевой цепи, если что-то произойдет с использованием определенных правил. Это задание повышенного уровня. На базовом уровне предлагаются задания не только в форме выбора правильного ответа из предложенных, но это могут быть и задания в виде текстовых вопросов, которые предполагают краткий ответ, именно не выбор ответа, а краткий. Дальше новая форма заданий, например, на вот этом слайде видно, когда приводится перечень представителей какого-либо царства, в данном случае бактерий. Эти организмы необходимо разделить на две группы по определенному признаку, в частности, как человек использует данные организмы и организмы, которые приносят человеку время. А затем необходимо еще и указать, каково значение этих бактерий, которые используются и как их можно использовать в определенной деятельности человека. Вот такая практика ориентированная часть информации приводится здесь дается какую-то часть необходимо выпускнику писать самому. Дальше задания повышенного уровня, которые подразумевают как могут выпускники устанавливать общность между организмами разных систематических групп, анализируя, сопоставляя их особенности строения и функционирования с аргументацией своего ответа. Еще задания, которые позволяют проверить умение, как используется метод биологической навыки. То есть это как осуществить постановку какого-то эксперимента, как можно провести наблюдение, как составить и предоставить отчет, как можно описывать цели, методы, последовательность действий, какие необходимые условия предусмотреть при проведении того или иного биологического исследования. Ну вот здесь введены как раз задания на разном уровне. Это и повышенный уровень, и базовый уровень, где могут быть описаны какие-то наблюдения, а вот учащимся предлагается объяснить полученный результат. Еще следует обратить внимание, что предполагается проверка умений обосновывать рациональную организацию труда отдыха, анализировать и оценивать последствия деятельности человека, которые он проводит в природе. И еще предполагается измерение таких умений, как соблюдение правил работы в кабинете биологии. Следующая часть этого раздела это итоговая работа для оценивания достижений планировых результатов, которая предполагается как проведение итоговой работы в девятом классе. Здесь описаны спецификации, то есть назначения этой итоговой работы. Можно найти распределение заданий по уровню сложности. Даются рекомендации по системе оценивания отдельных заданий работы в целом. Как перевести первичный балл в отметку по пятибалльной системе. Какова продолжительность итоговой работы. Конечно приводится обобщение плана итоговой работы с указанием разделов проверяемых умений и коды, которые соответствуют кодификатору, приведенному чуть ранее. А также уровень сложности заданий, базовое повышенное и максимальное количество баллов. В конце этой таблицы, в конце плана сколько всего заданий по каждой части за всю работу в целом и какое максимальное количество баллов. А далее приводится пять вариантов итоговой работы для оценки уровня достижения планируемых результатов. Это вот совершенно новый материал, который вы можете найти в нашем книге. Немного изменили мы и тематические тесты, тоже это новое издание, изменили немного подходы к размещению материала в этом издание. Вот здесь на слайде видно содержание и теперь весь материал, все тестовые задания, они не привязаны к конкретному заданию в работе УГЭ, а они разделены на пять блоков. Четыре блока это деление по содержанию, по содержательной части, а пятый блок это деление уже по учебным умениям и видам учебной деятельности. То есть через различное биологическое содержание можно проверить какие-то конкретные учебные умения и виды учебной деятельности. И еще одно новое издание это биологическое лото. Это дидактическая игра, даже не одна игра, а несколько. В книге приводится подробное описание, как можно организовать работу на уроке индивидуальную, групповую, пара, зачетную, обучающую, проверочную, как угодно, как можно потом оценить результаты. Книга представлена в виде карточек, все понятия и термины, которые используются в биологии, их огромное количество. Выпускнику необходимо значить, чтобы можно было разговаривать на одном языке, учителю, ученику. И вот времени, как правило, не хватает на уроке для проверки терминологии. И это не очень интересная работа, поэтому игровой элемент он привносит немножко разнообразие, повышает мотивацию. Все понятия, термины разбиты в данном пособии на 10 блоков, которые раскрашены в разные цвета. Задача учителя разрезать карточки по каждой теме, выделить цветные и белые, в которых идет расшифровка понятия термина. Ну, в качестве примера вы видите была генетика, сейчас клетка органоиды, эволюция органического мира, экология, например. Ну, и основная суть работы заключается в том, что чаще составляют пары цветная и белая карточка. Цветная карточка, еще раз повторяю, это какое-то понятие термин биологический из определенного раздела белая карточка, это его расшифровка. То есть необходимо составлять эти пары. И по количеству правильно составленных пар можно оценивать учащийся, как он хорошо знает термин, или ему придется слова учить. И самое главное, что видно наглядно, сколько терминов знает, сколько не знает. Для учителя помощи, или даже для учащихся, которые приобретут это пособие, будут готовиться интенсивных экзаменов. Есть ответы, которые разрезать не надо, то есть они для самопроверки или для проверки правильности составления вот этих пар. По всем разделам даны ответы. И в приложении есть еще примеры заданий, которые можно использовать для еще одной игры, которая называется «Исключи лишние». Когда выдаются только цветные карточки, в этих карточках три связаны логическим смыслом понятия объединения, а четвертый выбивается из этой логики, поэтому нужно не просто найти лишнее, а еще уметь объяснить, почему этот термин лишний. Это вот то, что касается новинок и наших обновленных пособий. Еще информацию вы можете о книгах найти на сайте. Обязательно обращайтесь к разделу «Вебинары», участвуйте в них, получайте сертификаты за участие. И можно связываться с создательством через вот такие группы в сети. У меня все есть ко мне вопросы. Вопросов нет, да? Тогда всем спасибо за внимание. Всем спасибо за внимание. До свидания. Увидимся в следующий раз при решении задач по молекулярной биологии. Нет, сейчас не скажу точно. на сайте смотрите уточним дату. Спасибо.